С вами Богородская43.ру и наш подкаст Energy Life. Мы продолжаем ломать стереотипы и доказывать своей активностью, что и в провинции жизнь может быть яркой, интересной и насыщенной, что и у нас в небольшом поселке Кировской области есть ребята, достойные стать примером для многих, которые умеют ставить свои личные цели и достигать их своим упорством и трудом. Во втором выпуске нашего аудиожурнала молодой человек, которому неведомо слово «скука» и для которого все самое интересное только начинается. У нас в гостях выпускник Богородской средней школы 2020 и перспективный спортсмен Родион Овечкин. Всем привет! С вами снова подкаст Energy Life. Это аудиожурнал о ребятах с нашего двора, о тех из них, для кого жизнь – это энергия, а энергия – это жизнь. Сегодня эпизод номер два. И встреча с представителем и даже, я бы сказала, лидером активной молодежи поселка Богородская, юношей, знающим несметное множество способов отжиманий и обладающим скромной, но сияющей улыбкой, у нас в гостях Родион Овечкин, выпускник Богородской средней школы 2020, амбассадор здорового образа жизни и просто хороший парень. Родион, привет! Рада тебя видеть! Здравствуйте! Скажи мне, пожалуйста, ты уже сегодня успел потренироваться? Сегодня нет, сегодня отдых. В понедельник у тебя день отдыха, да? Да. Так получается. Ну, к твоему тренировочному режиму мы еще вернемся, а сейчас я хочу тебя спросить вот о чем. Можешь ты вообще вспомнить, когда это пришло к тебе, это увлечение физкультурой, и как все начиналось? Ну, что-то типа, может быть, того, что в детстве я был хилым, часто болеющим ребенком, и вот однажды... В общем, поделись с нашими слушателями своей историей возникновения любви к спорту. Ну, вот я в детстве как бы был хилым, и начал я как бы с хоккея. Начал я с пятого или шестого класса. Наш тренер говорил, что когда будем чистить каток, мы будем как бы подкачиваться. Ну, вот так и оно началось как бы. Заниматься на турниках и брусьях я начал с девятого класса, когда начал посещать секцию борьбы. Здорово. Значит, у нас снова хоккей, у нас снова начало спорта, это хоккей. И очень приятно, что в нашем поселке есть такое место, откуда ребята начинают. Ну, вот получается, что... В каком классе ты начал заниматься? В пятом или шестом? Турником уже. А, турником из девятого. С девятого класса. Ну, и вот ты начал заниматься. Как вообще ты выбираешь упражнения на турнике? Тебе кто-то их дает? Или ты сам где-то разрабатываешь, придумываешь свою программу тренировок? Ну, я смотрел по видео, как бы там много атлетов всяких. Ну, и потом стал под себя подстраиваться, под свою силу, как бы, под свои возможности. Ну, и ты как-то свои результаты, динамику твоего роста в спорте вот отслеживаешь? Можешь там сказать, ну, вот, когда я начал заниматься, у меня там были банки столько сантиметров, сейчас столько сантиметров, или как вы это вообще отслеживаете? Начал я с девяти подтягиваний, сейчас подтягиваю с 32. То есть это полное подтягивание, полноценное на висе, да, вис на перекладе, да? Так, ну, а кроме подтягиваний, как ты выбираешь упражнение, что еще есть в твоем тренировочном плане? Отжимания на брусьях, просто отжимания. Бывают тренировки на ноги, на пресс, всякие элементы на турнике учу. Вот, расскажи про твой режим тренировок именно. То есть ты сказал, сегодня понедельник, у тебя выходной, а так вообще сколько раз в неделю ты занимаешься, может быть, даже не один раз в день занимаешься, утром, вечером, когда предпочитаешь. То есть у тебя есть своя программа, или ты буквально любое свободное время этому посвящаешь? Вообще я занимаюсь понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота. И как бы вторник и воскресенье у меня отдых, ой, среда и воскресенье. Занимаюсь два раза в день, с 9 часов до 11 бывает, и с 6 до 8. Не устаешь, нет перетренированности? А мы, как бы, я вечером тренирую элементы всякие на турнике, так, перетренированности нет. А утром такое силовое, да, у тебя получается? Да, прокачка всего мышц. Бегаешь? Бегал раньше, сейчас нет. Пока нет. Так, ну вот частично твоего режима мы коснулись, обсуждая программу тренировок сейчас. А сейчас хочется в эту сторону идти немножко поподробнее. Ты придерживаешься определенного какого-то режима? Расскажи о своем распорядке дня. Или пока это только у тебя еще в стадии наработки твой режим. Встаешь? Наверное, в стадии доработки. Ну, я встаю, как и все зубы чище там. Во сколько встаешь? Есть какое-то определенное время? В 6, определенное время в 6, да. В 6 встаешь? Да, в 6. Ну, здорово. И то есть, даже несмотря на то, что у тебя сейчас каникулы, ты встаешь в 6 и придерживаешься этого, да? Да. А и ложишься, да, вовремя? Ложусь в 10 всегда. Ну, здорово. А в 8 часов, да, это, как говорят, идеальное время для сна. Это очень похвально. То есть, к этому есть к чему стремиться, когда послушаешь о твоем режиме. Ну, а вообще, что-то кроме спорта есть еще в твоей жизни? Чем ты увлекаешься? Можешь поделиться? Рисовал раньше аниме. Здорово. Смотрю аниме. Сейчас пока времени не хватает дальше развиваться в этом мире? Да, нет времени как бы. Больше спорт. Есть это в голове, да, что когда-то вот хочется? Ну, надеюсь, что ты нам представишь для нашего интервью, потом свои рисунки, да, прошлые. И мы покажем слушателям, чтобы они понимали, о чем ты говоришь, да? Есть, сохранились? Думаю, найду. Хорошо, отлично. Так, ну вот представь сейчас, да, что нас слушают ребятам, мальчики, которые, ну, как бы еще далеки от спорта. И вот заразившись твоим примером, вдохновившись твоими фотографиями, которые ты нам тоже представишь, да, они вот решают, что все, с сегодняшнего дня я иду на тренировку. Посоветуй, с чего начать вообще ребятам таким? Так, сначала нужно как бы понять, на что ты способен. Например, если ты хочешь отжиматься, тебе нужно отжаться на максимум, уже исходя из этого, как бы, заниматься. Если ты хочешь подтягиваться, то тебе нужно отжимания дорабатывать, ну, силу прокачать. И только тогда ты уже сможешь подтягиваться. А так, не нужно тренироваться много, как я. Ну, начинай с чего-то. Ну, сколько раз в неделю можно начинать ребятам тренироваться примерно? Три раза в неделю. Ну, да, вот читая советы тренеров, да, действительно, для начального уровня два-три раза в неделю бывает достаточно, да. А потом уже по мере увеличения силы, тогда уже увеличивать количество тренировок и количество тренировочного времени. Ну, и вот, кстати, о мальчишках. Знаешь, что твои друзья, с которыми ты вместе занимаешься, считают тебя главным в вашей команде. Ну, вот, как ты думаешь, какие качества, вот, тебе лично помогли стать лидерами, продолжают, помогают тебе продолжать удерживать эти позиции лидерские в вашей компании? Я не сказала бы, что я, как бы, лидер. Мы, как бы, все равны. Ну, просто они за мной, как бы, идут. Твой личный пример, да? То есть ты сам занимаешься? То, что я веду их, как бы, за собой, они за мной идут. Как бы, я этим хочу, и они тоже хотят. То, что я достиг чего-то, и они тоже этого хотят достичь. Мотивация, в общем. Вдохновляешь, ребят. Ну, вот, и знаешь, что, когда встал вопрос о выборе представителям молодежи для открытия площадки ГТО, твои ребята, ну, о том почетном праве разрезать ленточку красную, да, ребята, твои друзья единодушно сказали, что это должен сделать ты. Скажи, вот, вспомни этот момент, этот праздник, День молодежи, открытие площадки. Ты волновался? Что-то такое вот испытал в этот момент, когда ты разрезал эту ленточку? Было какое-то волновение? Да, я волновался. Никогда просто этого не делал. Ну, у тебя здорово получилось. Очень интересно было. Да, вот, да, вот, если еще об этом празднике поговорить, а вообще, какой момент праздника тебе, вот, больше всего запомнился, может быть, как-то задел даже твою душу? Ну, вот, разрезание ленты. Начало, как бы, уже вот такое. Мне вот еще очень момент запал в душу, когда мы стояли с влагами, и там минута молчания, вот, тоже. Ну, еще вот эти комплексы, которые делали, очень интересно было. Ну, здорово, да, вы показали тогда классный комплекс, все так динамично, провели три раза зарядку, да, всегда с улыбкой. Да, праздник, благодаря вашей команде в том числе, он прошел так на одном дыхании, ярко, радостно. Ну, вот, еще, если говорить о праздниках, то недавно как раз прошел, у нас еще одно прошло мероприятие, посвященное Дню физкультурника. Ты снова там отличился, провел разминку для всех. Перед сдачей норм ГТО. Ты скажи, пожалуйста, ты уже успел получить свой значок? Сдал норму ГТО? Норму ГТО сдал, значок еще пока не получил. Трудно было сдавать? Нормально, есть над чем поработать еще. Ну, ты как, на какой прошел знак? Думаю, на серебряный, там, не очень дотянул, как бы, да, золотого. По каким-то видам, да, конкретно? Прыжки вот у меня надо подтянуть. Ну, есть куда расти, правда? Да, есть к чему стремиться и в следующий раз сдать уже, получить свое законное золото. Да, думаю, там с подтягиваниями вообще проблем не было никаких. Ты бы, наверное, мог подтянуться за всех сдававших в тот день. Вот. Да. Так, семья поддерживает твое увлечение спортом? Да, я как бы, ну, рады, что я этим занимаюсь. Никого пока еще не притянул из семьи? Нет, они не так, как обычные люди живут. Тоже есть куда расти, думаю, тоже потихонечку, помаленечку, и семья потянется. Ну, вот, впереди у тебя замечательная, интересная жизнь, учеба, первоработок, самостоятельно ты будешь устраивать быт. Вот в этой жизни, в новой, будет место спорту? Да, как раньше буду пытаться заниматься. А может быть, планируешь пойти, все-таки, если ты уедешь в город, будет, может, какая-то возможность пойти в спортивный клуб или секции? Планируешь вот как-то в этом направлении? Или будешь только, для тебя только самостоятельные тренировки сейчас подходят? В период учебы я хотел ходить на секции, там, в Кирове есть воркаут-секции, вот туда хотел ходить. То есть, то, что ты сейчас делаешь, это называется воркаут, да? Воркаут. Так, и, ну, вот скажи, если не воркаут, то какой вид спорта? Тогда ты вот, ну, вот все сказали, воркаут, чем будешь заниматься? Ну, вот такое. Есть? Хоккей. Да, хоккей продолжать, да, хоккей. Можешь посоветовать нашим слушателям какие-то, может быть, книги или фильмы, вот, вдохновляющие на здоровый образ жизни? Приходит что-нибудь в голову? Да, есть американский фильм «Воин» называется. Там про двух братьев, очень интересный, мотивационный фильм. Я когда начинал заниматься, его смотрел. А сейчас тебе приходится поддерживать свою мотивацию вот какими-то такими специальным контентом, фильмами, передачами, может быть, какими-то чтениями специальных журналов? Я смотрю больше видео на ютубе всяких спортсменов, которые выполняют всякие трюки на турнике. Вот, так же хочу. То есть, ты и технику прорабатываешь, да, и за одним мотивируешься этими видео, да? Мы помним твой челлендж, который ты выкладывал в социальных сетях, 75 подтягиваний, да, к Дню Победы. Что-нибудь такое планируешь новенькое? Ну, не то, что это челлендж был, это просто как бы празднику в честь 75-летия Победы. Снял видео вот. Расскажи, это прям ты за раз взял и подтянулся или как-то это? Не, не за раз, я как бы разделил по подходам. За раз у меня бы не вышло. А, ну ты говорил 30, да, ты сейчас подтягиваешься без перерыва? 32. 32 раза без перерыва. Да. А есть какой-то вот, что я прям хочу 100 раз без перерыва? У тебя есть какой-то план? Вот общаешься, например, с бегунами, которые пробежали первый полумарафон, и они говорят, хочу пробежать 100 полумарафонов. Ты сейчас подтягиваешь 32 раза. Строишь себе планы поднимать планку? И какая твоя вот прям цель такая? Ну, сейчас моя цель больше как бы не увеличение подтягивания, а хочу потянуться уже на одной руке, научиться подтягиваться. Вот сейчас иду к этой цели. Правая, левая рука как бы есть? Обоих. А, то есть... Да, подтягиваюсь до половины пока что. Ага, чтобы и та, и другая рука развита была. Так, ну, вопросы у нас мои подготовлены уже скоро подходят к концу. Может быть, ты что-то хочешь еще рассказать? Расскажи, перед тем, как мы перейдем к лицепросу, расскажи, скажи, какая твоя любимая песня? Мы закончим наш... Ну, твоя музыка. А вообще, что ты вот слушаешь? Давай вот лучше так. Что в твоих ушах? Вот, да. Поговорим о том, во время тренировок ты слушаешь музыку, это помогает тебе? В тренировках? Конечно, помогает. Слушаю музыку любую. Вообще, я хоть какую слушаю музыку. Миломан. Моя любимая песня... Three Days Grace. Почему это именно песня? Потому что там... Как бы чувствуется мотивация, и тем, кто английский знает, там, поймут, что поют. А сам ты как с языками? Ну, у меня пятерка по нему. Ты примерно понимаешь, о чем ты? Понимаю, да. Но я обычно не слушаюсь музыки. Главная для тебя музыка, да? Ну да. В музыке тебя, для тебя главная музыка. Сейчас, да, мы переходим к нашей традиционной рубрике Блиц-опрос. Это будет пять вопросов, на которые ты можешь, ну, отвечать вообще не думая быстро. Если вопрос тебе не нравится, можешь вообще его пропускать. Это разрешается мне отвечать. Ну, то есть, вот так вот я задаю вопрос, ты что в голову приходишь, приходит, мне отвечаешь. Первый вопрос тоже у нас уже традиционный. Любимое место в нашем поселке Богородское? Площадка. Новая площадка ГТО. Да. И так и думала, можно было догадаться. Так, второй вопрос. Позависать в соцсетях или пойти на тренировку? Пойти на тренировку. Человек, чья судьба тебя вдохновляет? Чей пример? Игорь Войтенко. Так, расскажи, кто это? Человек, который с самых низов с помощью спорта как бы поднялся наверх. Сейчас он живет в Америке. Начинал он, работал он в Макдаке, ну, в Макдональдсе. И вот с этого места он как бы сделал свою фирму, Road to the Dream, открыл свой зал, YouTube-канал у него есть. И как бы многие вдохновляются, в том числе и я. Обязательно посмотрю. Еще раз назови фамилиями. Игорь Войтенко. Хорошо. О чем ты мечтаешь, но пока не можешь на это решиться? Купить машину. В трех словах спорт для тебя это? Здоровый образ жизни. Принято. Спасибо. Родион, очень приятно было с тобой встретиться. Думаю, что мы встретимся потом снова. Ты нам расскажешь о своих успехах. Может быть, расскажешь о том, как ты открыл свой зал. И что-то. Желаю тебе и дальше вдохновлять собой, улучшать этот мир. Пусть будет все, о чем ты желаешь. И даже больше. Ну и на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо, что прослушали нас до конца. Ждите нового выпуска. А если вы хотите услышать о ком-то конкретно, о том, для кого жизнь – это энергия, а энергия – это жизнь, пишите в комментариях. И мы обязательно учтем ваши пожелания при подготовке следующего эпизода подкаста. Всем пока. До свидания.